Виндрайдер Хост Основной юнит, которого вы обязаны взять первый, это Форсир Он обязательно должен быть укомплектован Скайранером Второй юнит, который вы должны взять, это Варлок Конклейв В данном случае, надеюсь, один Варлок Третьим юнитом мы должны взять Складрон Вайперов, который минимум состоит из одного И, конечно же, три отряда Байкеров Пройдемся, покажем отдельный из них Итак, у нас есть Форсир Что такое Форсир? Это модель за 100 очков, у которой есть правило Independent Character, Fleet И специальное эльдарское правило Которое, в общем, вам позволяет бояться слонешитов и при этом одновременно их ненавидеть Ну, оно редко вам пригодится, поэтому можем его опустить Самое главное, это его Варгир Дело в том, что Форсир Псайкер третьего уровня И Форсир имеет два специального омбудирования Это так называемые руны Руны позволяют вам перебрасывать бросок на отринуть ведомство Денайзи Вичрол Также руны позволяют вам перебрасывать неуспешные, либо даже успешные броски, когда вы колдуете То есть, если вы кидаете 6 кубов, вы можете перебросить хоть все 6 Вы можете перебросить хоть один, но делать вы это один раз за психофазу Также Форсир уже у нас укомплектован джетбайком И Форсир может заменить свой меч на копье В чем их отличие? Меч имеет следующий профиль Силу юзер, то есть третья Флэшбейн, это правило губитель плоти Отвечает он за то, что вы всегда пробиваете не механическую модель на 2+, Очень полезно в битве против гаргантов, против монстров Но из Форсира боец никудышный В силу того, что у него мало атак Хоть и weapon skill 5 Также Форсир может заменить, как я уже сказал, на копье Что такое копье? Это тот же самый профиль, но копье можно кинуть на 12 дюймов, 9 сил и без АП Дальше, за счет того, что у него байка, у него уже встроено следующее оружие Это шурикен катапульта 12 дюймов, 2 выстрела сил 4 АП5 Специальным правилом Ильдар О чем оно нам гласит При броске на ту вунд, на шестерке, у нас всегда правило АП2 Правило называется Блейдшторм Собственно, такой он Форсир Знает всего, к сожалению, мало школ В этом может быть даже его слабость Но школы эти все очень нужны Во-первых, это дивинация Во-вторых, это телепатия В-третьих, это санктик демонология И в-четвертых, конечно же, это свои руны Все эти психошколы помогают вашему Форсиру быть абсолютно универсальным И подстраиваться под данного конкретного противника именно в данном конкретном бою Второй юнит, который мы рассмотрим, это Варлок Конклейв В данном случае он должен содержать минимум одну модель Максимум 10 Что это такое? Это укороченная версия Форсира Это такой же третий армор за байк Это четвертый инвуль, но вунда всего одна У Форсира их три Также баллистик и вэпон скилл четвертые Варлок сам по себе Псайкер первого уровня Если вы берете от одного до четырех Варлоков в отряд Они все равно остаются Псайкером первого уровня Потому что у них спецправила братства Псайкеров И они знают всего одну психосилу Ну или Примарис за спецправил Физик Фокус Дальше, если вы набираете в отряд уже от пяти до восьми Варлоков Тогда они становятся Псайкером второго уровня И они уже знают два заклинания плюс Примарис Девять-десять уже три Еще одна особенность Варлоков Они генерируют варп-чержи всегда за каждую модель То есть полный отряд в десять Варлоков вам дает десять варп-чержей Могут также заменить свои мечи на копья И также их байки оборудованы шурикен-катапультами Собственно, все маги Как форсиры, так и варлоки Обязаны быть на джетбайках За счет правил этой формации Следующий отдельный отряд Это Вайпер Ну что о нем сказать Небольшая машинка Добирается с квадронами по три Десятая броня по кругу Может нести некоторый ряд вооружений Спереди мы можем поставить Опять же ту же шурикен-катапульт Или шурикен-пушку Сверху же у нас полный арсенал вооружения техники Ильдар Собственно, сразу советую Забегая вперед Этой машинке подойдет либо скатер-лазер Либо две шурикен-пушки Она отлично делает маэль Катается Мув у нее 12-й Это скиммер фастовый Турбобуст 24-й В общем, неплохая такая машинка Для выполнения именно миссии дополнительных маэль-шторма Либо для захвата точек под конец игры Собственно, теперь основные отряды ударные, которые есть в данной формации Это байкеры Да, виндрайдер-хоз Дикие наездники Ну, мы люди с вами простые Верим в императора Кто-то верит выше Поэтому мы можем взять их в минималочке Всего 9 шучек То есть 3 по 3 По базе они имеют уже шурикен катапульт Отряд дешевый Стоит всего 18 очков за модель То есть 51 И имея 3 отряда этих байкеров За счет этой формации То есть мы удовлетворили базовую потребность В виде корр формации Мы можем взять уже какие-то громоздкие Которые есть в виде аукселярии У тех же Ильдар Также вполне подойдут Для выполнения того же Майлшторма Потому что Наконец-то переходим к моменту Ульдарских байков Одна из причин, за которых больше всего ненавидят Это их действительно огромный и лютый мув Данные модели Передвигаются на 12 дюймов И если они не стреляли Они могут совершить турбобуст Но этот турбобуст 36 дюймов Если же они не турбобустили Но постреляли И здесь также идет очень Ну скользкая трактовка в рулбуке Но принято, что если они не находятся в ближнем бою То есть в ХТХ Они могут отпрыгнуть на 2D6 То есть совершить подобие тросмова Как и делал джетпак пехота Собственно, какие вариации у этих байков есть? Во-первых, добираются десятки Могут взять свой отряд варлока Почему полезно брать к ним в отряд варлока? Потому что Примарис варлока Раздает вам спецправила шраудет Что это значит? У данного отряда Так как это джетбайк Есть шито особенность джинк Соответственно, они на следующий ход стреляют снапшотами Но при этом имеют 4-й кавер сейф Под воздействием заклинания Примарис варлока Они получают 2-й кавер сейф И тут наше дело вступает в форсир Если он в своих рунах Найдет такое заклинание, как фортуна То оно означает, что вы перебрасываете Все проваленные броски Спас броски Соответственно, наши байки летают во втором ковре с рероллом единиц Помимо добавления варлока Данный отряд может заменить свои шурикен катапульты На шурикен пушки Шурикен кэнон Что такое шурикен кэнон? Это шестая сила АП 5 И спецправил опять-таки Блейдшторм То есть Байки имеют 2-е АП На шестерке Это невероятно полезно В силу того, что Сама формация Дает перебросы на эти шурикен пушки Делая их линковными Далее У шурикен пушки радиус уже 24 дюйма То есть это оружие уже более-менее средней дистанции То есть оно позволяет за счет нашего мула За счет отпрыжек держать постоянно дистанцию И третье оружие, которое несут они Это, конечно же То, за что их больше всего не любят То, о чем ноют, то, о чем горят Это скатер-лазер Что такое скатер-лазер? Это 4 выстрела Шестой силы АП 6 на 36 дюймов То есть отряды В 5 моделей Выдают 20 выстрелов на 36 дюймов Это очень много Как правило, они Всех попадают по всем на 3 Потому что они болит с 4 И как правило, они вундят на 2+, Подавляют 6 моделей в этой игре То есть очень мало моделей Которые действительно Вундятся больше, чем на 2 от этого оружия Дальше они уничтожают всю любую легкую броню Машин Допустим, носорог, как вы знаете Имеет 11 броню Веном имеет 10 броню Большинство самолетов имеет 12 Большинство монстров имеет 6 Тафну Соответственно, поэтому они даже их пробивают на 4+, Что весьма и весьма хорошо Они позволяют дать максимальную плотность стрельбы Но Конечно же, у всего этого дела есть слабые места Плюсы мы уже описали еще раз Это скорость Мобильность И, конечно же, магия Которая позволяет нам улучшать наши отряды Теперь поговорим о минусах Первое Во-первых, это вся армия в 4-м Тафну То есть, большинство оружия реально вас тоже в ответ завалится и вами Армор сейф у нас третий Поэтому в ближнем бою драться мы не умеем совсем В принципе, покидать от чего-то можно Но с низким АП достаточно часто в современном уже метагеме встречается оружие Также и выстрелов много Поэтому байки дохнут, конечно, как мухи Это и главная слабость Если вы играете против данного вида войск Обязательно помните об этом Они не выдерживают плотную стрельбу вообще Если там нет варлока, который им дает второй кавер Еще одна проблема у этого отряда Это низкое лидерство В данном случае у этих юнитов оно восьмое Кстати, как и у варлоков Что это значит? Это значит, что при потере небольшой даже группы Из отряда моделей А то есть, именно 25% Мы уже бросаем восьмое лидерство Шанс завалить его достаточно высок Это первое Второе По поводу лидерства Они очень страдают, например, от заклинаний школ телепатии Терефай Почему? Они будут проходить седьмое лидерство В тот момент, когда они их сколдовали И вы же еще в свою психофазу еще раз пройдете Шанс провалить высок Убегают они на 3 до 6 То есть, это уже заставляет как и вас, так и оппонента Держать отряды ближе к середине столу Что это значит еще? Это подразумевает сам факт того Что эти отряды, скорее всего, предоставлены для агрессивной игры В диплое у себя отсидеться не получится Хотя мы имеем очень большой рейдж И очень большую мобильность Поэтому залог успеха действия данными юнитами Это максимальная мобильность Которую нам и дали геймдизайнеры из Games Workshop То есть, подлетели, убили, улетели в другое место Не сосредотачивайтесь где-то, не кучкуйтесь Почему? Еще одна проблема данных отрядов и габариты Их очень легко накрывать шаблонами Терпят они от этого ужасно Например, враг номер один для скатербайков Это как раз тот самый знаменитый дракон Который два года мучил весь метагейм Торрентный огнемет С шестой силой с АП-3 Сдувает этих ребят на 2 плюс 3 роллом Если у вас включена его особенность Но вас может, конечно, спасти наличие форсира Но форсир у нас всего один К сожалению, в данной формации Больше двух его тоже не может быть Собственно, теперь по компоновке самой формации Сколько моделей и как брать Мы можем взять самые дешевые закачки То есть 115 очков форсир 50 ворлок 40 вайпер И 3 отряда по 51 очку Самых простейших байкеров Это минималочка Вполне устраивает вас Легко выполняет моель Сваечки окупают Стоит дешево Форсир отличный саппортер Который поможет вам усилить Уже то, что вы к ним добрали Второй вариант Это средние отряды по 5 моделей С установленными либо с шурикен пушками Либо с катер лазерами Один вайпер на зачет лимаеля Один варлок Потому что на основном обязательно И форсир в какой-то из этих групп Это скорее уже отряды огневой поддержки Ну и конечно же самая боль Когда ваша основная ударная сила Как раз эти самые байкеры Я советую их брать 20 Если вы решили играть от байков Потому что больше уже перебора И вам будет уже не хватать На определенные цели Например Помним, что у байкеров всего лишь 6 сила То есть технику вам все равно придется брать Чем вскрывать Тяжелую Лендрейдеры 13-я броня А некроны в метагем попадаются часто Бункеры Бастионы Любая фортификация Действительно составит для вас Большие проблемы Собственно Что они еще могут Такого полезного сделать Кроме Выполнение маэля И огневой мощи Вы можете увеличить Отряд варлоков За десятки А байкеры Оставить им к сопровождению И добавить туда Каких-либо независимых персонажей Используйте это как Боинг Или ударный отряд Который может себя Колдовать всем Чем ему нужно Вполне полезно Дальше Есть у Ильдар Такой слот Где находятся их герои Конкретно Обсуждать именных Мы не будем Потому что их просто На байках нет Но мы обсудим Модель Которая называется Дженерик Героям Почему дженерик? Потому что Это конструктор Соберис сам В данном контексте Мы используем Аутарха Кто же такой Аутарх? Аутарх Это вариация Военачальный Ковильдар Только не колдуна То есть По идее Это тот парень Который должен Траться и помогать Чем же нам Он здесь поможет? Во-первых Аутарх Имеет следующую способность Называется Путь героев Он может Увеличить Ваш резерв бросок На единицу За юнит Может Понизить Ваш бросок На единицу Тем самым Мы получаем Либо 2 плюс Резервы Либо 4 минус Резервы Если же мы получили Варлок трейд Из стратегической таблицы Мы можем иметь Резервы 2 плюс С реролом Либо 4 плюс С реролом То есть Шансы придержаться В резерве Или выпустить модели На стол Очень высоки Вообще Я кидаю единицу Почему-то Все время Даже на 2 плюс С реролом Все порой Тоже бывает Очень обидно Собственно Теперь переходим К комплектации Данных персонажей Когда мы заговорили О боинге Варлоки Собственно Кроме копья Ничего взять-то и не могут Потому что байки уже взяли А вот у форсира Конечно есть выбор Дело в том Что у Эльдар Есть еще хороший набор артефактов В данном концепте К сожалению Нас будет интересовать Максимум 2 Первый точно Это так называемый Камень Анатлана Камень души Он позволяет Колдовать заклинания Так чтобы они требовали На 1 варчардж меньше То есть Невидимость на 1 кубе С перебросом Каста на невидимость Это реролы Ту хит Ту вунд Байкером нашим Всего лишь на 1 кубе С перебросом Понимаете Это фортуна Та же переброс Пас бросков Всего на 1 кубе С перебросом Это заклинание Дум Которое позволяет нам Реролить ту вунд По цели Это моледикшн Опять таки Требует 2 варчарджа Но будет требовать 1 И конечно же Достаточно редкое Заклинание в исполнении Но вполне интересное Это шестерка В рунах Это большой бласт Который требует Всего лишь 3 варчарджа С камнем 2 Треть силы С третьим АП Флэшбейн Либо здоровый бласт Апокалиптический Тоже с третьей силой Третьим АП Который требует 4 варчарджа С камнем всего лишь 3 И тут нарисуется Такая комба Но к сожалению Ее надо набросать И поэтому Это больше рандом Когда у вас есть Игнор ковра У вас есть данный бласт С третьим АП Флэшбейн Всяких Те же байки Космодесантников Пехотинцев Имперской гвардии Кризисов Тау Должен просто сметать Второй артефакт Называется Осколок Анариса Стоит 40 очков Дорогой Он дает фирлис Это очень важно Байки очень пугливые И дает правила Рендинг В ближнем бою Данный артефакт Все же подойдет Больше Аутарху Аутарх Такой же парень В третьей броне Такой же парень Четвертым ангулем Имеет доступ Ко всему виду ХТХ оружия То есть И рулбучному И своему Ильдарскому Да Это все важные Скорпионные мечи С четвертой силы С шестой АП Это Допустим Те же мечи Банши Вибромечи С третьим АП Из достаточно интересного Есть Пика Которая В прошлом кодексе Не давала АП Но теперь В каждой фазе Дает третье АП И Оно может подстрелять С шестой силой В ХТХ на ТРЖ Тоже дает шестую силу Но со второй фазы Опять таки Сила становится юзер То есть третья Так как мы Ильдары Но с третьим АП Собственно Такой он молодец Раньше его использовали Как некого Неуловимого Джо Что это значило Он имел Второй кавер С перебросом единиц Но терял право Депендент черектер В нынешней системе Мантия похудала Поэтому даже не обращать На него внимания И самое интересное Тоже еще одна поганая Особенность Стоит все 5 очков Называется Маска Банша По этим ублюдкам Нельзя овервотчить Они просто говорят Ты в меня не овервотч То есть целая способность Целой армии Такой как Тау Например Под названием Овервотч Все армии Ой Ты ко мне подъехал Я у тебя всем ростером Постреляю И тут такой парень С 5 очковой фигней Ага Привет Пострелено Полезно Невероятно То есть Мы можем дожать Какой-то отряд Из одной-двух моделей Теми же байкерами Мы можем Продержать что-то Слить ему кому-то Аутар все-таки Парень в трех вундах С большим ВС Шестым Может все-таки Подержать кого-то Теперь дальше По компоновке Самих байкеров Я советую брать Либо 3 Но не по этому Детачу Не по этой формации Почему? Потому что Убив одного Мы проходим ледак А потеряв еще одного Оставшись одному Мы не кидаем героически Нас 33% Поэтому я не советую Брать 4 То есть Потеряв одну модель Вы уже кидаете ледак И если он остался один Вы будете кидать героически То есть Наверное лучше Когда у вас убегает Всего 2 А не 3 байкера 5 можно брать Поэтому запомните Байкеров лучше брать Нечетными То есть Я предпочитаю Если играю Беру много байков Либо 2 7-6 Либо 3 5 Есть тренд На 6-3 байкеров Это много дешевых отрядов По 81 очку Они назойливые Быстрые Делают хорошо Моэль Берутся они соответственно По каду Комбайн Arm Detachment И у них есть Objective Secure То есть Они всегда Перескоривают точки Им не дают скорить Только юниты С Objective Secure Вот они Вот такие красавцы Собственно Как это дело Играет Так Вторая часть Нашего Обучающего видео Как нагибать За Эльдар Как признаться Вашим родителям Свой гомосексуалист И прочие шутеечки За 200, 300 и 400 Это о том Как же это дело С кем может сыграть Итак Наверное Мы вам расскажем Про основные архетипы Тоже противника Потому что Здесь тоже он взят Собственно Итак С чем хорошо Играет Данная армия Данная армия Очень хорошо Будет играть с некронами Когда вы играете С некронами У вас есть Следующее преимущество Во-первых Вы всегда их мобильнее Во-вторых Вы знаете Что некроны Это такие местные Неубивайки Которые очень хорошо живут Поэтому вам помогут Как раз Те самые знаменитые Скатерлазеры Но Здесь можно усомниться Почему Потому что Мы можем сделать так Что некроны Не будут кидать два саева А будут кидать один То есть Мы просто поставим Нашим байкерам Шурикен пушечки Вам известно Что у некрон Небольшой Как правило Засили второго армора Его там почти нет У некрон Много четвертого армора Третьего Поэтому шурикеночки Полне подойдут Можем также Кстати Поставить на нашего вайпера Взять их до трех И поставить им лэнсы Что такое лэнс Это Пушка Делающий один выстрел Восьмой силы С первым АП И с правилом лэнс То есть Оно понижает броню До 12 А как вам известно У некрон Как правило До первого дня 13 броня Это вполне вам поможет Также они могут Насыпать небольшое ведрышко Из кубов То есть 12 Три скатерлазера Плюс шурикеночки Что еще будет полезно Против некрон Против некрон Будет полезен тот момент Что если некроны Играют не по Комбайн-арм-детачменту А по своему фоку У них там Нет Обжетик-секюрт Поэтому вполне полезно За счет вашего Большого мула Ходить всегда Вторым против некронов То есть Мы подойдем Если мы играем По данной формат За дискорем Точку Она будет ничейной Либо мы у них Вообще ее отберем Если мы играем Ужетбайками По комбайн-арм-детачменту И конечно же Не стоит забывать Правильно Это ведра Ведра кубов Некроны Их тоже не любят Собственно Второй архетип С которым вы можете столкнуться С которым будет вам Не сложно вполне играть Что самое смешное Это демоны Дело в том Что как правило У демонов Есть один мощный отряд Который имеет Высокий показатель инвуля Второй с реролом единиц Третий с реролом единиц Второй без рерола Но с невидимостью Если это кони Слонишицкие Либо финды Либо собаки И один отряд Движется как правило Монолитной стеной Где-то посерединке Мы просто от него Убегаем За счет нашего Дальнего мула И мы в состоянии За 2-3 хода Реально отстрелить Всю мелочь То есть То что не является Боингом И самое главное Казать Кайроса Потому что как правило Демоны без Кайроса Не играют Также как правило Люди играют С так называемыми Мистерис-объективами И если мы нашли Скайфайр Кайросу будет очень плохо Еще раз Радиус у нас 36 Кайрос не уйдет И еще конечно Ильдары Хорошо играют С Дарк Ильдарами Почему? Потому что Как правило Дарк Ильдары Играют от массовой техники В которой кто-то сидит Техника Это с 10 броней Глэнсим мы ее На 4 Пни заносим На 5-6 Есть шанс Зарвать Потому что техника Open Top Очень и очень хорошо С кем мы играем Средним Средним мы играем Как правило С космодесантом Дело в том Что у космодесантов Тоже есть 2 архетипа Один такой же байковый Они так же мобильные Как и мы Поэтому предпочтительнее Ходить конечно же вторым Потому что еще раз У нас возможность Аутарх Если Мара играет От долл дропа Мы просто спрячемся Большей частью армии А потом выйдем на 2 плюс И накажем на второй ход То что к нам упало На дроп подых Если Мара играет на ренах Мы эти рен отстреляем Но проблема в том Что целей слишком много Мара это тоже Не большие мелкие отряды А по 5 моделей Тем более еще Сабжетик Секьюр Поэтому как правило С Марами Если вы им проиграли 12-8-13-7 Не расстраивайтесь Это вполне нормальный результат Так же как Если вы их выиграли 12-8-13-7 Тоже это вполне Достойный результат Маров пересадить Действительно очень трудно Из-за их количества Так же и проблем Будет с имперской гвардией Опять таки Слишком много народу Да у нас много стрельбы Но у нас убойная мощь Но она сконцентрирована Всего лишь Небольшой группе отрядов С кем мы плохо играем Плохо мы играем С летающими растерами Потому что Не на всех турнирах Есть правило Мистериус Обжектив Skyfire очень критичен Да у нас смогут быть Рероллы Но плотность стрельбы Уже намного ниже А это 6-я сила Без АП Так что монстры Скорее всего будут кидать Свою третью броню У кого-то Четвертый джинк А у кого-то Аши второй Байки очень плохо Играют с вариациями Хаоса У которого есть обязательно 2-3 дракона Драконы для нас Это вообще лютая смерть С хаосом Обязательно Предпочтительно Ходить вторым Да вы может Сконцентрируетесь На каком-то Спавнобоинге На облитераторах Нет Это кардинально Неправильно Но здесь есть плюс Мы не боимся Джинковать Поэтому Благодаря этому Мы можем Не обращать внимание На тех же облитераторов Да они постреляли Мы потеряли 2-1 модель От плазмы Все равно Средственно Обсчетами Драконов Надо убить первыми Каждый дракон Вам будет уничтожать 3-4 байка в ход Легко Еще раз Он их вундит На 2 плюс Потенциально Еще и стрелировал За демон фордж Конечно Еще самой проблемной Армией Я считаю Является Конечно же Так знаменитая Ол инклюзив формация Адептус механикус Они нам понижают Кавер Они имеют Очень высокий Баллистик За доктрины Скитариев Они имеют Хорошую защиту Потому что Как только Они входят В любой террень За счет песни Они опять таки Имеют высокий Психотек кавера 2-й или 3-й 4-й в чистом поле Они имеют Высокую плотность Требы С низким АП Поэтому ваши Байкеры Будут кидать Аплазму 6-й кавер В общем Отряд вы потеряли Скорее всего Но Как правило Этот архетип Как раз Средиземен о том Что там Обязательно Эти ребята Будут падать На дропподах Либо ехать На Каком-то Прекомандированном Транспорте От союзников Теперь уже С выходом Нового имперской Гвардии Кадия Знаменитый Скорее всего Там химера Будет в фасте Да Так как Это тренд Возможно Даже на них Это об этом Мы узнаем Скоро Но в любом случае Точно они поют Либо на ренах Либо на дропподах Еще очень большой Проблемой Является Рыцарь Который к ним Прикреплен Дело в том Что рыцарь 12-й броня Его надо будет Окружать Умный оппонент Не даст вам Этого сделать Он выставит По флагам На краю Фланга Имперского рыцаря Может быть Включенный Пустотный щит То есть Он будет еще Кидать цаевы Вам С трех Надо попасть На шестерку Минесете в глэнс И надо Чтобы он еще Не откинул Свой инвуль Поэтому Тоже достаточно Проблематично Поэтому Ваша армия Должна дополнительно Что-то брать Байкеры Не до конца Универсальны Но благодаря этому Есть масса Юнитов Которые позволяют Данному кодексу Усилить И без того Основную ударную мощь Это первое Второе Кодекс замечательен Именно тем Что играет Главная база Ваша И играют Дополнительные С вами войска Он невероятно Вариативен В кодексе Представлено Как и Д-сила Так и всевозможные Саппорты Отвечающие Реально на любую Угрозу То есть Если вы играете С каким-то товарищем Ну Точиться нехорошо Но вы можете Это сделать Кодекс вам Предоставляет Все возможности А самое главное Вы можете собрать Универсальный юнит Собственно Подведем итог Данной формации Формация сильна Вариативна Отвечает На большую часть Угроз Имеет Действительно Редкое количество Минусов Она способна Выполнять Абсолютно Любую Перед вами Поставленную Задачу Она требует От вас Все-таки Как никакого Но тактического Позиционирования То есть Первое Что вам нужно Сделать Это научиться Правильно В нужный момент В нужную точку Перегружать Ваши байки Мобильность Вам это позволит У вас есть Хорошая Саппорт Поддержка В виде Варлоков В виде Форсира Которые Помогут вам Получить Ту же Реролл на стрельбы Те же Защитные Возможности Четвертый Инволюс Девинации Шраудет Из телепати Это вообще Мана небесная Потому что В 6 дюймах От форсира Байки будут Джинковать Во второй Кавер В любом Террене Они будут Иметь второй Кавер То есть Еще одна Заметка Старайтесь Находить В террене Руинка Ваш дом Почему Там Тот же Четвертый Кавер Что при Джинке Но Вы Не теряете Стрельбе Но Здесь Опять Есть Минус Так Как Джетбайки Это Байки Вы Будете Кидать Дэнш Тесты К сожалению Или К радости Большинства Людей У них Нет Возможности Проходить Спокойно Через Руины Кроме Одной Это Варл Трейд В тактической Таблице На Мув Руинах Он Тоже Божественнее Поэтому Делаем Еще Один Вывод Как Правило Используйте Трейды Стратегической Таблицы Наши К сожалению Ильдарские Родные В полной Мере Не раскрываются В данном Контексте Собственно Всем Спасибо За Внимание До Скорых Встреч